Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про средство, которое визуально может улучшить ваши ресницы. И если вы не хотите носить накладные или нарощенные ресницы на постоянной основе, или у вас нет такой возможности, но в то же время хочется, чтобы ресницы выглядели лучше, чем ваши натуральные ресницы, вообще кто не хочет этого, мне кажется, то вам, возможно, будет интересен продукт, о котором я вам хочу рассказать. И речь сегодня пойдет о праймере для ресниц, конкретно у меня от Милани, называется он Length in Seconds. По тюбику может создаться впечатление, что это обычный праймер для ресниц, который выглядит как белая тушь, но на самом деле это абсолютно другой продукт, и его особенность заключается в том, что он полностью на 100% состоит из микроворсинок, которые приклеиваются к вашим собственным ресницам, и таким образом создают больше объема и больше длины. Если вот так вот просто достать аппликатор и посмотреть, что на нем находится, то создается впечатление, что здесь какая-то мелко-мелко нарубленная стекловата, или что-то вот такого вот плана, абсолютно нет никакой жидкости, то есть все, что вы получаете на аппликаторе, это сугубо говоря, вот такие вот просто какие-то микро-микроворсинки, как будто очень-очень тонко нарезанная шерсть, или стекловата, вот какое-то такое вот ощущение создается. И как, собственно, этим нужно пользоваться? Сейчас я вам тоже это продемонстрирую в действии. Сначала вы пользуетесь абсолютно обычной тушью для ресниц, той, которой вы пользуетесь на регулярной основе. Я конкретно использовала для демонстрации тушь от Rimmel, которая называется Wake Me Up. И для начала вы просто наносите тушь в один слой, как вы обычно это делаете. И если сейчас посмотреть, то видно, что тушь уже, конечно, исправила ситуацию, но так как у меня ресницы очень-очень маленькие, совершенно не длинные и довольно редкие, то, конечно, эффекта этого мне недостаточно. Мне всегда хотелось попробовать что-то еще для того, чтобы увеличить объем, увеличить длину. Дальше, после того, как вы нанесли тушь, не ждете, пока она начнет подсыхать, нужно еще уловить тот момент, когда она будет влажная, и сразу наносите этот праймер. Таким образом, на такую довольно липкую тушь эти ворсинки отлично налипают, и вы это делаете до тех пор, пока, собственно, вас не удовлетворит результат. Можно наносить очень много, можно наносить совсем мало, но в то же время учитывайте, что чудес в любом случае этот праймер не сделает. Поэтому, если вы уж прям слишком много налепите этого праймера на ресницы, то у вас может создаться эффект таких паучьих лапок довольно некрасивых. После того, как вы нанесли этот праймер, опять берете вашу тушь и снова прокрашиваете ресницы. Теперь тушь уже будет прокрашивать ваши ресницы вместе с этими ворсинками. Какие-то ворсинки частично тушь снимет, то есть вот щеточка туши снимет, какие-то закрепятся, в общем-то в итоге ресницы реально получаются длиннее, реально получаются гуще. И для меня, как человека с отвратительными ресницами, это очень неплохой вариант. Единственное, я сразу скажу, что вот такие вот ворсинки, это абсолютно не вариант для тех, кто носит линзы. Здесь, кстати, по-моему, даже на тюбике написано, что если вы носите контактные линзы, то вам пользоваться этим средством нельзя. Если, не дай бог, попадет между линзами и глазом это средство, то вы просто захотите выдрать себе глаза. Это гарантированно, потому что даже я не ношу никакие линзы, но когда эти ворсинки попадают в глаза, это достаточно сильно их раздражает. В заключение могу сказать, что однозначно мне это средство понравилось. На регулярной основе я им пользуюсь и в то же время вижу позитивный результат. Мне нравится, как выглядят мои ресницы с этим средством. И мне кажется, что это довольно простой способ немножко улучшить состояние и внешний вид ваших ресниц. Последний совет. Используйте с этим праймером какую-то одну тушь, потому что каждый раз, когда вы прокрашиваете тушью поверх вот этих вот ворсинок, аппликатор с туши снимает частично эти ворсинки, и каждый раз, когда вы снова кладете этот аппликатор назад в тюбик, они оказываются там, и тушь постепенно начнет, в общем-то, их собирать и собирать и собирать. Там она быстрее, скорее всего, испортится, быстрее засохнет из-за этого. Последнее, что хочу отметить, это то, что Milani это далеко не первый бренд, который уже выпускает вот такие вот микро ворсинки в качестве праймера для ресниц. До этого уже очень много брендов их сделало, но сейчас вот именно эти ворсинки добрались до масс-маркета, и каждый может их попробовать. И вот, откровенно говоря, я не вижу смысла покупать какие-то дорогие аналоги, потому что, по сути, это одно и то же, абсолютно одно и то же. Все больше зависит, наверное, от того, какую вы тушь используете, и потом вот это средство в любом случае работает одинаково, мне кажется, в любом бренде. А тушь в зависимости от своего эффекта и своей текстуры, в принципе, по-разному может работать вместе с этим праймером. Если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, поставьте мне палец вверх, если вам это видео понравилось, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Я сама, того не понимая, сделала макияж очень такой весенний, очень легкий, очень такой конфетно-букетный, в общем-то, и использовала оттенки, которые сейчас по версии Pantone считаются оттенками года. То есть вот такой вот розовый кварц, по-моему я, если я не ошибаюсь, он называется, и еще какой-то там голубой тоже, я не помню, как они точно называются, ну, короче говоря, это два пастельных оттенка, пастельный голубой и пастельный розовый. Вот таким вот образом больше вбок ее завести. И я бы здесь вот так вот даже закрасила бы все подвижное веко.